Атаваихсан представляет Хлопушки, фейерверки, петарды – опасные игрушки. В исламе высоко ценится человеческая жизнь и уделяется особое значение безопасности во всех аспектах жизнедеятельности. Нанесение вреда своему здоровью также запрещено в исламе. Подтверждением этому выступают следующие аяты из священного Корана, в котором Всевышний Аллах говорит «Вы не убивайте сами себя» Сура Ан-Ниса, аят 29 Покупка пиротехники – это пустая трата денег, и она равна сильно сжиганию денег. Бесполезную трату имущества в исламе называют излишеством или расточительством – исрав. Ислам запрещает излишество. Сколько в нашем обществе малоимущих, которые остро нуждаются в материальной помощи, а некоторые, несмотря ни на что, тратят деньги на бесполезные и очень вредные петарды, хлопушки и другие бесполезные игрушки. Такое расточительство и бесполезная, а порой и опасная трата денег может привести к прекращению Всевышним Аллахом благ, которыми Он нас щедро одаряет. В исламе запрещено пугать людей, причинять им неудобства и беспокойства. А тех, кто пугает человека, пусть даже в шутку говорится в хадисе. Кто бы не направил острие на своего брата, того проклинают ангелы, пока он не уберет его, даже если он направил его на брата родного. Как же будут расценены действия тех, кто пугает людей взрывами петард и хлопушек? Надо отметить, что причинение вреда людям оценивается как притеснение – зульм. Как притеснитель выступает и тот человек, который, взрывая петарды, обижает, унижает, наносит вред окружающим. Зулму сурово порицается в Коране и в Сунне, как преступление, подлежащее наказанию. От Абу Амата передали хадис. В судный день угнетенные и обиженные поджидают своих обидчиков у моста Сират и отбирают у них благие деяния. Когда они заканчиваются, накладывают на них свои плохие деяния и так до тех пор, пока их не бросят в самый нижний предел ада. В другом хадисе от Мааза передано Бойтесь дуа притесненного. Поистине, между ним и Всевышним нет никакой преграды. Ведь может случиться так, что напуганный шумом хлопушек человек может сделать плохое дуа обидчикам, и Аллах ответит на эту мольбу. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok